Перед тем как начать видео танкисты, я хочу вам посоветовать дискорд сервер Альянс Стронг и в общем у нас такая коллаборация идет получается со мной и с ними и я их рекламе и они как бы меня и в общем самое прикольное то, что здесь можно просто поучаствовать в множественных розыгрышах и целых 5 розыгрышей здесь они будут осуществляться на контейнеры с танком каким-то и на боевой пропуск. Поэтому у вас есть отличная возможность зайти по ссылочке в описании в сам дискорд сервер и обязательно друзья, обязательно участвуйте, потому что шансы есть, участников не слишком много, чтобы просто взять и как-то не выиграть. Вдруг вам повезет. Все друзья, начинаем. Всем здарова танкистчики и подписчики, я вам желаю приятного просмотра. Сегодня в этом видео на 100 аккаунтах у нас будет бесплатное открытие этих, так сказать, действительно халявных бочек. Это очень здорово, потому что ВГ просто молодцы. Ждем, конечно же, 23 августа, чтобы у нас была возможность... Ух ты, 1500 золота, собери их все, неплохо. Ха-ха-ха, серьезно, танчик выпал сразу, путили. Так вот, чтобы у нас была возможность послевать свою свободку, наконец-то. Пишите комментарии, что же вы думаете насчет этого и сколько свободки накопилось у вас. У меня на основе 3 миллиона 700 тысяч свободки с плюсом. Я надеюсь, что это будет очень крутое... Просто крутой слив свободки, вот и все. Да, там максимум 500 золота можно будет выбить, но и коллекционки, которые продаются дорого. И самое главное, шар, в котором гарантированно будут выпадать контейнеры какие-либо из списка и даже танки гарантированно. То есть танк гарантированно, контейнеры и всякое-всячно, которое очень будет приятное и полезное. Так что, друзья, ждем это событие, будет очень здорово. А пока этот видосик идет, друзья, пока вам открытия эти показывают, давайте просто поговорим об истории жизни. И вспомним какие-нибудь интересненькие моменты, чтобы время пролетело быстренько и интересненько. Так что смотрите до конца, постараюсь в конце видео загадать танчик, чтобы вы подумали, что же он там загадал. Да, друзья, и обязательно смотрите в конец видео частенько, потому что в конце очень часто, и включая это видео, я покажу 10 комментариев, которые мне понравились из прошлых видео. Фух, ну что, танкисты, давайте расскажу историю. Первая история будет, наверное, я ее очень редко рассказывал, но это то, с чего я на самом деле начинал, в общем, в танчиках Блиц. Это было лет 6 назад. Ух ты, ломик выпал, ребят. Класс. А вот это вот интересно, что же сейчас выпадет, никто не знает. Так, ну давай, давай, давай. И у нас выпадает... Вау, 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 вау. А, почему только минимально 1000 золота в АГ? Ну честно, ребят, это как-то несправедливо просто. Пишите комментарии, кому хотя бы из вас за ломик хотя бы раз не выпало 1000 золота больше. Ну я такого еще не видел просто. Ладно, первая история, это то, с чего я на самом деле начинал. Значит, играл я еще на маленьких уровнях, буквально третий, четвертый, пятый. Я прокачивал танчики и до меня дошло. Я первым делом вкачал елку, а Мэг взял Цибис. Да, друзья, в то время это было что-то с чем-то. Она гоняла быстро, да, ДПМ у нее был не супер-пупер, конечно, но 160 среднего урона за выстрел за 7 секунд и 7 миллисекунд. Думаю, меня это устраивало. И весь прикол в том, что я там такое делал, но начиналось все с того, что я попал на карту протока. Значит, я еще учился, я еще вообще ничего не понимал, я еще не знал, что вот можно просто спокойно уехать и как-то этим затащить катку. Ребят, ломик выпал опять. Класс. Вот это красота. И таким вот образом, таким вот образом, танкищики, подписчики, я начал свой путь с пускеловой дороги. Короче, значит, остался против меня один противник, красненький. Это был у нас, друзья, Т1 Хэвик. А я на елочке ЛЦБис просто. Я же, понимаете, как вам это сказать? Я низенький, а он высокий. И когда я остался один на один, я просто сначала катался везде, катался, а потом впритык думаю, нет, все, надо с ним лупаситься. А потом до меня дошло, что можно просто, просто стать рядышком. Он из УВН меня просто не будет попадать. Что как раз таки и случилось. Ого-го, сики Чифтен. Мега конты, собери их все. Красота. Так вот, танкистая, было очень здорово. Я его таким образом обыграл все-таки и победил. И для меня это было первое событие, где я действительно обалдеть, как круто отыграл. Я такой, ух, все, это мой любимый танчик. Я буду набивать на нем скиллуху. Что вы думаете? Спустя огромное время я набивал скиллуху. Я был буквально непобедимым. Я брал Колобанова и я тащил катки. Один в три на ровном месте меня не попадали и не понимали, как это работает. Статюган, говорили какой-то. Но дело было в том, что, друзья, я скиллуху свою улучшал постепенно, улучшал и улучшал. Я надеялся на лучшее, верил, что все получится. И играл под эпическую музыку частенько. И понимал, что, ну, нет ничего невозможного, друзья. Я просто верил, что вообще в каждом бою у меня есть выход. И я его находил. Видел. Это было очень здорово. Так что, танкисты, вот такие вот дела. Так, ну и в принципе, в принципе, что было дальше? Ничего. Дальше я отыграл, значит, 4000, больше 4000 боев на елочке. Я сделал себе скиллуху. Ииии, секундочку. Так вот, танкисты. Я на елочке делал невероятные вещи. 4000 с плюсом боев это действительно много. Но зато, я вам так скажу. Я на этом набил свой основной скилл. Да, если я редко играю, конечно же, я не так круто играю. Со временем нужно это все, как бы, подпрактиковать. Но, чем чаще играешь, тем невероятнее моменты случаются. Так что, друзья, да. Но когда я в первый раз узнал от брата, что СУ-152 на седьмом уровне бьет 640 среднего урона за выстрел. Это стал мой любимым танчиком просто в игре. И я начал тоже практиковаться. Я начал ваншотать всех с фугаса. И этому не было конца. Так что, танкисты, вот такие вот дела. Огромный сюрприз выпал. И два соберег все. Неплохо, неплохо. Очень даже хорошо. Так, что выпадет с огромного сюрприза? Давай. Угу. Тайп 64. Ну, а с тайп 64 750 золота всего лишь. Ладно, и спасибо на этом, в принципе-то. Так вот, друзья. Что я хотел сказать? У меня еще был аккаунт, и я на нем елочку премиализировал. Да, от слова совсем. За 3600 золота. Понятно, что из вас никто на это бы не пошел. Но, когда речь идет о любимом танчике, конечно же, можно сделать, чтобы больше фармить серебра. Но потом, со временем, я вырос, так сказать. С этого всего. И теперь на елочке совсем не катаю. Это прошлое. Ребят, чар футур выпал. Имба. Потому что, действительно, на елочке у меня почти каждый бой был мастер. Я попадался специально со взводными. Играл с шестерками. То есть, я играл на пятерке. С взводным шестеркой. Чтобы попасть к семеркам. И в итоге, мой рекорд был. Это 2000. Вроде бы 700. Либо 2000. Да, вроде бы 2700 урона. На то время, ребята, это было очень много. Невероятно, пятом уровне против семерок. И я почти взял Колобанова. Я все сделал для этого. И остался только КВ-2. И я, елка. Я его начал крутить. Прямо в лоб, в лоб. Вблизи. У меня получалось. Но под самый последний момент. О, ломик. Имба. Каким-то нелепым образом. Он по мне попал. Хе-хе-хе. А ведь можно было сделать. Сделать реально оригинальный Колобанов. Понятно, что я взял мастера, все дела. Но там была такая... Такой экшен, что просто не снилось. Ну, а со временем я начал играть на СУ-152. И там пошли тоже невероятные моменты. Которые... Ну, половину, возможно, моментов на этом канале, они присутствуют. Ну, и все, короче, что связано с взрывом боевых укладки теперь. Мой любимый танчик. Поэтому вот такие вот дела. Ладно, друзья. Заломик у нас выпадает. Смотрите, смотрите, смотрите. Мммм. Тысяча золота. Я вот говорю, тысячу золота реально просто. Сто кружочков там тоже весьма не так уж и много для такого гаражного конта. Ну и ладно, подумаешь. Не беда. Мы живы, будем все хорошо. Это всего лишь игра. Так вот, антисты. Давайте расскажу еще историю. Так. Ммм. Какая бы история у меня была. Помните, если вы ездили когда-нибудь на море, купаться там, все дела, в детстве, то что вы с собой брали? Короче, мы, понятное дело, там брали кепочки, все дела. Это все понятно. Из еды, например, мы брали лично сосисочки, хлебушек, все. Мы покупались, пожевали и погнали дальше. Было так здорово. Помню даже какую-то звездочку или медузку нашел на берегу, как бы, да? Таком песчаном. И, в общем-то, ну, она была такой простой, прозрачной. Не было там ничего такого, чтобы током билась. Ух ты, КПЗ-07Р-H. Вот это да. Неплох. Коллекционочка, которая продается за 3750 золота. Ладно, едем дальше. Так, вот, антисты. Давайте я вам расскажу еще, еще историю. Так, что бы вам такое рассказать? Я в детстве был, в общем, таким пацанчиком, таким простецким. И, слава богу, за это. Я не знаю, почему, но у меня каким-то образом, вот, я, я не знаю, может, своим взглядом, может, своим... Я любил еще, я умел моргать, просто так вот моргнул, и все, такой мелкий был. И мне, вот, просто иду с мамой по рынку, там, да? Просто иду, например, там клубнички здоровые. Там тетушка такая, продавщица такая. Ну, я не знаю, я просто прохожу мимо. Она берет мне и предлагает здоровенную. На, мальчик! Просто это было что-то. Потом, второй случай. Возле киоска где-то идем. Там здоровенная такая груша. Мне стоило только на нее посмотреть. Я такой, блинчики, как бы хотел бы. И просто, понимаете, она берет мне ее и дает. Я не знаю, как это работает, но это все было реально, ребят. И много, очень много случаев было, когда мне просто давали бесплатно. Только потому, что я, я не знаю, что было во мне не так. Но я просто такой был мелким, таким прикольным, наверное, простым. Было реально смешно. Точнее, сейчас смешно, как это все выходило. Слава богу за это, ребят. Так. Ну, было много разных случаев, друзья. Когда бог нам давал еду, денежки на это все. Когда были трудности, у всех они были. Мы голодали иногда. Так, немножко совсем. Потому что бог не позволял нам голодать прям совсем-совсем. Но зато, друзья, мы по сей день просто живем благодаря богу. И бог нам усматривает абсолютно все. Слава богу за это. А еще было прикольно то, что как-то вот действительно у нас не было денег, да. И мама как-то шла либо на работу, либо с работы. Не помню уже. Или просто прогуливалась, я не знаю. И, короче, какой-то мужичок на мотоцикле такой подъезжает к маме. И говорит, ну, и дает денежку, представляете. На то время 100 гривен это было очень-очень много. Мы могли бы в супермаркет пойти и просто там здоровенные пакеты вынести с едой. Это было на то время. Это было где-то буквально там 2007 плюс-минус год. Думаю, так и было. Так вот, друзья. Было очень-очень-очень здорово. Потому что бог о нас заботился. И этот мужичок, когда давал денежки, мама не хотела принимать, естественно. Но когда он сказал ради Христа, ради Бога, то, ребятки, мама сразу обрадовалась. Ведь она молилась, чтобы Бог усмотрел нам покушать. И Бог нам все давал в этом. Мы были такие счастливые, такие довольные. Мы просто... У нас было только все необходимое. У нас не было ничего. Ни богатства, ни бедности. Мы были просто... У нас было просто все необходимое. Все это не наша заслуга, а божья. И слава богу за это. Так что, танкисты, вот такие вот дела. Я вам желаю тоже всего наилучшего. Просто, если у вас какая-то безвыходная ситуация, просто возьмите. Не торопитесь звать людей на помощь. Просто помолитесь Богу. И Бог вам сам усмотрит все. Потому что мы в своих бедах должны обращаться только к тому, кто действительно может помочь. А не просто искать непонятно что. Так, ладно, танкисты. Это очень, очень здорово все. Давайте расскажу историю, например... Например, например, про... Хм-хм-хм-хм-хм-хм. У нас была собачка, когда папа с работы ее взял. Такая маленькая, щеночек. Мы его назвали Мухтар. И он у нас даже в доме был поначалу, пока был мелкий. Такой забавный, такой черно-белый. Так прикольно было вообще. В общем, он такой хороший был пес. Песик действительно... Ну, такой немного худощавый, правда. Но он был такой классный вообще. У меня он почему-то, своим взглядом, напоминал актера из какого-то фильма там. Иосиф или... Ну, это самое, как там его? Да. Иосиф и там фараон. Знаете, вот это вот. В Египте, короче. Главный. И вот Мухтар прям напоминал его почему-то. Ну, в общем, прикол в том, что песик был действительно хороший, очень здоровский. Было здорово. Но как-то раз, когда он уже действительно уже немного был... Ну, он много у нас жил, в принципе. Я не знаю, лет пять, может, если не больше. Я точно не помню. Но потом, как-то раз он пропал, а потом через время, большое время, он очутился уже мёртвым, как будто его кто-то отравил где-то у соседей. В общем, было жалко песика. А может, он специально за время уходил, потому что собаки чувствуют, типа, когда уходить с дома, да, чтобы не на глазах это как бы было у всех. И часто животные, ребята, они перед тем, как вот просто, ну, что-то случится серьёзно, они просто сами на вас так посмотрят, знаете, грустно, и уйдут. Всё. Вот так вот, анкистчики-подписчики. Так, чтобы вам ещё такое рассказать, значит, истории, какие ещё были. Расскажу вам одну историю, как я был в лагере первый раз и последний раз в жизни. Я не помню, какой это был лагерь, христианский, солнечный, ну, разные они там назывались, я точно не помню. Так вот, вроде бы солнечный, но это не точно. Так вот, значит, я не хотел в лагере изначально, но меня мама рискнула сдать с сестрой и братом. И первое, что вот было, это первый день, кое-как я там прожил, было очень всё непонятно, было всё, ну, я не дома, это всё, мне не устраивает это. И, в общем, что я хочу вам сказать. Значит, день прошёл, уже стемнело, и как-то, знаете, ну, у меня не было как-то такой... Понятно, что я был ребёнком, и у меня не было, ну, такой, как бы, самостоятельности. Я понимал, что, ну, типа, всё, родители далеко, это вообще не вариант и так далее. И как-то было очень не то. Ух ты, ребят, коллекционочка у плеймба. Так вот, вся фишка в том, что вот, наступила ночь, да, и мне настолько это всё надоело, что я бегал, просто искал брата и сестру, и всё, на следующий день я просто, просто увезли на домой, вот и всё. Ну, знаете, дома было намного лучше. Так что вот так вот, единственный и последний, первый раз было в лагере. Ну, зато прикольно были всякие динарии, там, вот эти вот штуковины. Помню, с лагеря мне потом достался самолёт, классный, или это брат привёз. Ого, костолом выпал, ребята, костолом выпал, прикольно. Вот это я понимаю, вот это редкая махинка, которая очень прям, ну, я не знаю. Друзья, поступила информация, что у этого танка боеукладочка, вот там, где машинка, сверху, то есть в корме башни, по сути. И очень смешно то, что такая машина, вот, что это такое? Это какая-то пчела, я не знаю, какая-то генн-инженер. Ладно, танкисты, поехали дальше. Так вот, какую историю вам ещё рассказать? Было у меня много случаев в танчиках даже, когда я тащил один против многих, и это было невероятно, я еле выживал, но у меня всё получалось. И в этих всех случаях можно сравнить одно, то, что я верил, по-настоящему верил, что просто без сомнений верил, что у меня всё получится до последнего. И у меня до последнего всё получалось, я брал победу, я делал колобановых, и это было просто невероятно. Так, с бомбического контейнера у нас упадает три награды, да ладно, за что так? Ну и злата, и видим дальше. Так вот, чтобы вам такое ещё рассказать, танкисты, я недавно проснулся, я сразу же за час до контента, обычно розыгрыш появляется в 10 часов в киевском и московском времени одинаково, если, конечно же, это не лето, там время смещено на час, а в летом время как бы одинаково. Так вот, весь прикол в том, что, в общем, в общем, в общем, в общем, короче, вы поняли, да? Я, значит, проснулся за час до контента, я всё, что успел, это почитать Библию, помолиться и пойти зубы почистить, всё. Дальше я покушать, естественно, не успеваю, я сразу же сажусь за комп, если появляется какой-то розыгрыш, я сразу же пилю контент для вас, чтобы вам было интересно. Поэтому, новенькие, я вам желаю всего наилучшего, подписывайтесь на канал, если ещё не подписаны, ведь это будет очень здорово, скоро нас ожидают ещё прекрасные события, которые помогут нам очень здорово, опять-таки, очень-очень-очень здорово. Но, провести время и слить кучу свободки, так что будет здорово, реально, будет очень здорово, и контента много. Фух, а самое крутое, что, возможно, будет какой-то розыгрыш крутой, на который тоже постоянно нужно будет сливать золото. И благодаря тому, что мы сливаем Тибуни на свободку, мы, естественно, и добудем золото для розыгрыша, а это хорошо. В ИГ уже на постоянной основе розыгрыши добавляют просто по КД, иногда делают перерыв пару дней, но потом, в основном, по КД добавляют имбо розыгрыши. Это очень круто. В Тенекс Блиц этого уже, можно сказать, не ждать, так что вот так, в Танкисты. Так, наша задача выбить 200 тысяч золота, потому что 100 тысяч золота мы уже выбили, и, слава богу, за это, ребят, было очень невероятно, здорово. Я, как, ваши комментарии прекрасны были, я прям, как гончая тачка, формула МФВ, формула Бугатти Феррари, я не знаю. Такие звуки, конечно, я там издавал от радости. Да, я вас понимаю. Так, ну, в целом, что могу сказать? Пишите в комментариях, что вам выпадало с этих бочек, и еще, что вы еще не успели написать, да? Даже если вам ничего не выпало, так и скажите, типа, вот у меня 500 золота, и все. Ну и ладно, спасибо на этом, потому что это халява, и это здорово, очень здорово. А еще стопудово из вас многие просто наделали твинков. Это очень верный вариант. Сделать классную новую основу, на которой будет у вас что-то невероятное. Если бы у меня было больше времени, танкисты, я бы тоже этим по КД занимался. Но поскольку у меня пока есть аккаунты, и мне как раз-таки нужно заниматься тем, что делать контент на этих аккаунтах. Так что вот так вот, танкисты. Вот, делаю контент. Еще раз желаю вам приятного, кстати, аппетита, приятного чайпития. Пять коголды вынесли. Имба, круто, бесплатно. Вот это я понимаю. Короче, друзья, я забыл, да, реально. Приятного аппетита вам, приятного чайпития, кофе-пития, что бы вы там ни делали, приятно вам. Потому что это здоровский сегодня денечек. Я вам желаю лучшего денька и лучшего настроения. Так, пятьсот золота, хорошо. Так, ну давай, посмотрим, что у нас получится. А ну-ка, давай, 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 давай. Ммм, пятьсот золота, понимаю, все дела там. Ребятки, здесь у нас больше уже этих самых открывашек, это очень здорово. Ну же, ну же, открывай, открывай. Собери все пятьсот золота. Три штуки, собери все, даже не просто одна. Ну, неплохо, потому что тысячу золота мы заултали. Бесплатно. Так, ладненько. Хорошо, что бы вам еще такое рассказать из детства. Была лютая зима, у нас был такой большой достаточно склон. Как бы это была уличная дорога, да, вверх. Но она была под таким наклоном, прямо жестким. Там был асфальт, что если бежать сверху, например, летом, то реально вот просто, ну, под тобой подгибается все, и, ну, можно даже упасть. Так вот, прикол в том, что настала зима, и в зиму там часто просто, ну, туда не забраться почти было. Только по обочинам очень трудно, и действительно там было, ну, очень скользко. Мы оттуда, конечно же, скатывались частенько, но было реально рискованно там находиться. Ну, было прикольно то, что вот вообще туда не забраться было. Просто обычная дорога оказалась бы улица, но там такая высокая, и, как бы, это сказать. Короче, было очень скользко. Пишите комментарии, когда вы катались на санках, на коньках, если вы катались. Вообще, я помню, единственный раз на коньках... Да, кстати, расскажу историю. В общем, один раз я катался на коньках, и было очень прикольно, потому что я на роликах умел кататься, ну, с детства катался, по крайней мере. А это уже когда было лето, я не знаю, 19, 17, там, 18. И весь прикол был в том, что я, значит, ну, первое время, понятно, что очень было непривычно, и на коньках, мне кажется, опаснее кататься, чем на роликах. И, в общем, началось. Десячка голды, да ладно? Красота вообще, ляпота. Вот это да. А вы откуда, а вы потом мне говорите, Позди, откуда у тебя голды столько на аккаунтах? Да потому что бесплатно забираю, просто вникаю в это всё и не ленюсь. Да, танкисты, вот так вот. Так что, вот так вот. У всех есть шанс забрать, не просто шанс, у всех есть возможность. Просто многие из вас их просто не ищут, и потом не получают ничего такого. Так что, на самом деле, есть возможности, просто будьте внимательны, и всё будет хорошо. А сегодня 11 августа, и я думаю, что добавят сегодня какой-то розыгрыш, который будет очень прикольный. Посмотрим. Я ещё, ребят, у меня есть информация, чисто из моей головы. Скорее всего, когда закончится розыгрыш с этими открывашками, скорее всего, возможно, появится ещё один розыгрыш с открывашками. Ух ты! Пячка голды! Красота! Да, неплохо. Так вот, танкисты. Чё я хотел сказать этим? То, что, скорее всего, вот сам розыгрыш дан на 4 дня, почему-то только на 4 дня. Это значит, что, скорее всего, возможно, ещё один розыгрыш с открывашками будет. Но будет чудо, если будет вообще с ломиками розыгрыш. Потому что, как бы, с открывашками есть, а с ломиками, это, конечно, жёстко. Было бы здорово. Так что, просто ожидаем. Ага, чё? Да ладно, опять костолом. Да, друзья, этот танк уже третий раз нам попадается за всю историю наших открытий. И его уже нельзя назвать редким. Но выпал же. Это было круто. Пишите в комментариях, кому из вас выпал костолом. Потому что это действительно редкая махинка. Ну и, в общем-то, в целом, можем ехать дальше. Дальше у нас одна открывашка. Чё там с одной открывашки может выпасть? Ну давай. На третью секундочку буквально. На ну-ка. Пятьсот золота, свободочка. Ну ладно, хоть что-то полезное дали неплохо. Так, что бы вам ещё такое рассказать. Я в детстве любил, знаете, покупать такие машинки заводные. Ну, я когда был ещё детём, понятно. Мы с братьями тоже любили это дело дома. Мы гонялись, ну, играли на компьютере Netflix Most Wanted, Netflix Carbone. И там были такие штуковины, когда от копов гоняешь, взбивательные. Их взбиваешь, и всё, они обрушиваются. И мы, короче, в реале вот так вот делали. Заводными мягушками. Делали преграды, заводили. Было так здорово. Мы даже двигатели их смазывали вот эти вот, так сказать, шестерёнки. И, как там, ну, знаете, вот эта пружина загнутая, где-то есть, по сути, маленький движок из заводной машинки. Так вот, танкисты. О, имба, три открывашки. Сейчас будет интересно. Так вот, по сути, по сути, мы с вами брали подсолнечное масло и смазывали двигатель. Так было прикольно. И от этого как будто она лучше гоняла. Ну, вроде бы лучше, кстати. Ну, действительно, смешно. Да, что у нас только не было. Так, что бы вам ещё такое рассказать? Ого-го-сики, Бориска. Когда-то этот танчик был, так сказать, мечтой, чтобы я его выбил. Потому что когда-то он у меня был. И, действительно, реплейчик не сохранился. Когда я сыграл обалденный бой на нём, я вытащил под последнюю секунду. И это было очень здорово. А вообще, самый первый раз узнал я о Бориске, когда я играл в Большие Танки. Там был ивент на Бориску. Кто его застал, всем привет. И, короче, там был он за донат. Но можно было забрать его бесплатно. Это нужно было очень много играть. Но под самый конец я не успел его забрать бесплатно. Но была скидка где-то 90%. И за 10%, можно сказать, я где-то его докупил уже. О, ломик, неплохо. И этот танчик был у Больших Танков, друзья. Имбой, лютой. Там была маскировка, барабан на два снаряда. Это было здорово. И мне очень нравилось. Почему, почему, почему я зеваю? Расскажите мне. Это потому, что я еще не кушал. Я только проснулся за контент и все дела. Вот так вот, танкистые. Но есть один ломик. В котором у нас... За который у нас, пожалуйста, в выпаде хотя бы не тысячи золота. Вроде бы залагало. А ну-ка. Давай, 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 давай. Не, ну, ребят, ну, это открутка. Просто несправедливо. Зачем писать, разрабы, алло, услышите меня? Зачем писать 300 тысяч золота? Это как замануха. Если постоянно, с каждого абсолютно раза, хотя бы шансы бы делали. Но это же открутка явная. Хотя бы раз. Просто столько раз. И каждый раз по тысяче золота. Минималка, разрабы. У вас там все хорошо? Ой, я не могу с вас. Так, ладно, что могу поделать? Бывает, друзья, бывает. Есть свои плюсы в этом всем и свои минусы. Так что будем смотреть на плюсы. Так. Так, 500 золота, в принципе, это все на халяву. Поэтому нормуль сойдет. Но могло быть лучше. Чисто из-за того, что было бы справедливо, было бы лучше. 1500 золота. Хорошо. Очень даже хорошо. Так, что бы вам еще такое рассказать, хорошее, друзья? Какая же еще история есть? Когда-нибудь кто-нибудь из вас на скейте катался? Я, по сути, нет и не хотел. Вот и все. Вся моя история про скейтборд. Так, что бы еще такое хорошенькое вам рассказать? Думаю, что... Что бы вам еще рассказать? Короче, мы в детстве тоже по улицам любили гулять, дела. Трава везде растет, здорово. Лето, короче, этим словом. И... Знаете, мы ловили летучих кузнечиков. Было очень прикольно. Смотреть, какого цвета у них крылья. Да, мне жалко этих кузнечиков теперь. Но зато кузнечики, знаете... Зато было очень прикольно, реально. Помню, как-то были на рыбалке. Кстати, про рыбалку еще поговорим. Ух ты, ломик имба. И там был здоровенный кузнечик. Мне кажется, это был саранча, вот и все. Здоровенный, зеленый, прям аж, ну, неузнаваемых размеров. Ну, я не знаю, как ваши ладони. Ничего не без пальцев. Как-то так. И, в общем, расскажу про рыбалку. Как-то раз мы все поехали на рыбалочку. Там были такие плиты всякие, руины, так сказать. И там можно было рыбачить, и там мы ловили бычки. Это было очень здорово, ребят. Бердянские бычки назывались. Не знаю, почему так, но почему-то так. И все, что нам нужно было для того, чтобы поймать рыбку. Нам нужно было просто прийти на рыбалку. Понятно, что папа был готов к этому всему. У него были с Настей все дела. Но у нас в основном было так. Мы пришли, нашли леску, нашли крючок, нашли камушек. Привязали, все заделали. И бросаем. Там даже валялись сигареты. Я не знаю, у нас не было наживки. Или просто попробовали. И просто бычки даже это начали жевать. И мы моментально начали вытаскивать. И было очень смешно, что это работало. Вот такой вот, так сказать, жор был у этих бычков. Я даже руками их ловил. Насколько их много там было, друзья. Да. Так, было здорово. Ладно, танкисты. Пока видео не закончилось, давайте, наверное, я загадаю танчик сразу. Значит, этот танк будет пятого уровня. У него ДПМ очень-очень лютый. Иногда мне он напоминает Е-25, но урон поменьше. Поэтому я думаю, что броня у него лобовая в корпусе больше, чем в башне. Потому что временами серая, красная, она больше шансов, что танканет. А вот серая, в принципе, да. То есть башня как бы красная, но если с голды, то можно спокойно ее пробивать. Вот и все. Смотря на каком танчике. Так, ладно. Так вот. Это танк пятого уровня. И гоняет он, честно, но медленно, реально. Когда его только добавили, это была очень прикольная импа, которая давалась бесплатно в каком-то ивенте. Но было здорово. Здорово. ДПМ очень рулил. Пять как голды! Неплохо, ребята! Неплохо! Так, мистики. Очень даже все замечательно. Так вот. У этого танка пушка на 90 урона. Если я не ошибаюсь, вроде бы так. Я думаю, что вы сразу все уже догадались, что это за танчик. Но вы попробуйте отгадать этот танчик. Пишите комментарии. Я обязательно вам напишу, правы ли вы были или нет. Я каждый день отвечаю на комментарии рано или поздно. Друзья, ломик выпал. Красота! В основном я отвечаю на комментарии поздно вечером. Как вы уже можете догадаться. Потому что многие из вас приходят сообщения. Возможно ночью. Поэтому советую выключать интернет на ночь и спать хорошо. Потому что где-то в 11 часов по киевскому и московскому времени одинаково я отвечаю на комментарии. Но бывает раньше. Ух ты! Еще раз КПЗ на всем и раш. Прикольно! Очень даже неплохо, неплохо. Все-таки пишите комментарии, что вам выпадало. Это было очень здорово. А мы пока что... Вот он танчик прикольный. Когда его добавили, честно, но нет в нем ничего такого особенного. Картонный. И все. Мне не нравится почему-то. Так. Ну и в принципе ладно. Все, танкисты. У нас последнее, единственное открытие. Заломик. И я вас благодарю за просмотр. Желаю вам счастья, здоровья. И вот здесь комментарии, которые уже давно здесь показываются. Вам респект огромный. Вы попали в видео. Поздравляю и покидываю.